Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы проводим нашу творческую встречу с людьми, которые имеют прямое отношение к дизайну, к моде, к фэшн-дизайну. Ваши бурные аплодисменты! Я представляю наших гостей. Ахмед Шина Эльмира Габдулна, заведующий кафедрой дизайна национальных искусств Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, кандидат педагогических наук, член Международного союза дизайнеров. Борисова Екатерина, российский дизайнер, креативный директор Дома моды Катя Борисова, член союза дизайнеров России. Борисов Сергей, генеральный продюсер конкурса Эритэш, кандидат наук, доцент МБА. Я хотела бы предоставить слово первое Сергею Борисову. Спасибо, Нина, уважаемые коллеги, друзья. Я хотел бы немножко сказать о конкурсе. Кстати, кто из вас на конкурсе был? Присутствовал кто из вас? Ну, лес рук, видимо, все были, я так понимаю, да, Дима? Как профильная дисциплина. Конкурс в этом году, это первый конкурс в этом году, он был очень представительный, несмотря на то, что это был первый раз. Первый раз получился не комом, первый блин. Значит, присутствовало 123 коллекции из 16 городов Российской Федерации, в том числе 5 федеральных университетов приняли участие в этом конкурсе, очень серьезно. Было представлено 96 коллекций, я говорю это вместе с фэшн и вместе с куклами, у нас еще был отдельно кукольный конкурс, конкурс куклы в национальном костюме. Все это патронировалось еще Международным союзом дизайнеров, и работали мы, естественно, под таким отечественным патронатом Министерства культуры Республики Татарстан и мэрии города Казань. Конкурс состоялся у нас, финальный уже конкурс, состоялся 28 числа, в минувшую субботу, очень ждали вас, конечно. Вы наши главные участники. Было подведено и вручены награды в двух номинациях, в номинациях «Национальный костюм» и в номинации «Образ». Мне кажется, все очень получилось. Может быть, у нас представитель жюри скажет что-нибудь? Конкурс действительно был хороший. Приятно, что национальная тема, она такая действительно живая и волнующая тема, потому что приехали ваши сверстники, то есть молодые люди, которые сделали национальные коллекции. Не хипстерские, не на хайпе, а вот такие национальные коллекции. Были очень удачные работы, прямо-таки подиумные фэшн, скажем так, с небольшой доработкой, с небольшой стилизацией. Их можно было бы выставлять на различный фэшн-вик. И было очень приятно видеть, как развивается общество в определении места национального костюма. Потому что те времена, когда народ считал, в глобальном смысле, народ считал, что народное искусство – это где-то там, на выставке, ярмарке, мастеров, а все остальное не имеет к этому никакого отношения, они, конечно, уже прошли. И дизайнеры, я надеюсь, среди вас есть дизайнеры? Дизайнеры одежды. Где дизайнеры? Молодцы. Я имею в виду дизайнеры одежды. Я думаю, что очень много просматриваете коллекций, где можно увидеть и кельтские узоры, и парагвайские мотивы, и татарский орнамент можно и должно сделать знаменитым и узнаваемым, потому что он этого заслуживает, потому что он многоколористичен, потому что он ярко выражает в себе, скажем так, диффузию слияния двух направлений – Византии и Востока. А это всегда приятно, вот вы такие красивые девушки, это от того, что слияние происходит в генах между Византией и Востоком. Конечно. Я могу еще поговорить на тему. Сегодняшняя наша тема – «Татарстан. Искусство. Жить вместе. История взаимного влияния русского и татарского костюма». Катерина, ваша. Тогда мне надо как-то, наверное, сесть в другое место для того, чтобы… Скажем так, небольшая справка о себе. Я родилась в Казани. Родилась в Казани в первом поколении, потому что мои родители не казанские. Они с юга России приехали сюда, волей судеб попали, встретились здесь. И вот я осчастливила эту землю своим появлением. Я этнически русская. Но культура Татарстана настолько яркая и настолько самобытная, и я считаю, они незаслуженно мало говорят в том контексте, который для меня, как для дизайнера, был бы приятен и понятен. Я не имею в виду все эти национальные моменты, песен и плясок национальных коллективов, где в основном промутируется, пропагандируется сельский костюм, потому что все наши широко рекламируемые праздники имеют сельское отражение, сельскую культуру изначально. А ведь город тем временем, пока село сеяло и жало, оно тоже развивалось, оно строило театры, оно занималось кинематографом, оно знакомилось с Пушкиным. И поэтому очень важно отобразить, как русские и татары вошли в симбиоз, проживая на одной земле, бок о бок, рядом. И я хотела сделать это теми доступными и понятными для себя средствами, чтобы в них читалось не только сельское наследие, но и большая, колоссальная, глубокая городская культура. А ведь когда люди живут бок о бок, ну что уж там говорить, мы все понимаем, да, слова проникают друг в друга, мы очень часто и очень много, да уже с нашей подачей вся Россия очень много использует татарских слов. Айда, да? Алга. Алга, теперь уже наше слово, базар наше слово. Ну, в общем, нам есть чем похвастаться. А ведь сами того, скажем так, не отслеживая и не конкретизируя на элементах, мы очень много носим взаимозаменяемых и позаимствованных элементов из культуры друг друга. Татар носит русский и даже об этом не думает, русский носит татарский, даже на этом не фиксируется, потому что, слава богу, живем мы дружно и очень долго. И быт, ничто так не сближает, как быт. И вот на бытовом уровне, на языке, понятном для, скажем так, обыкновенного потребителя культуры, вот каковыми мы все являемся, вот мы сделали выставку, которая рассказывает, как на уровне быта, как на уровне кинематографа, как на уровне культуры, литературы, театра, фотографии, самое главное, одежды. Вот мы все перед вами вышли, и вы все увидели нас, и у вас, у всех сформировалось о нас какое-то мнение. Это мнение сформировалось за 7 секунд. Это моя любимая фишка, рассказывать про 7 секунд, которые формируют мнение человека. Это социологические исследования. А вот редакция этого мнения затратит уже 2,5 часа. И вот эта спираль культуры, которая представлена, она рассказывает о том, что Татарстан, талантливейшая, красивейшая Казань, была источником вдохновения для очень многих деятелей культуры, и очень многих дала земле русской, и не только земле русской, а вообще мировой культуре. Если мы будем так поактивнее, да, то я долго могу говорить. И сходство идет, и применение идет различных способов взаимопроникновения узоров, орнаментов, оттенков, цветов. Все это нами представлено в модной форме. Для того, чтобы искусство было приятным, оно еще должно быть модным, потому что время сейчас такое динамичное, когда людям приятно ходить и посещать такие модные мероприятия, где все выглядит так современно. И вот на таких стендах, круглых стендах, мы с одной стороны отобразили татарские орнаменты, с другой стороны отобразили русские орнаменты. Между ними, по большому счету, нет ярко выраженной связи, но все они замешаны в одну колбу, вот этой спирали, которая соединяет их все. Вот представленная модель, вы видите, если бы мы ее могли... Можно вернуть предыдущий слайд? Окей. Если бы мы могли посмотреть на эту девушку, черную девушку, видите, черная девушка одела наши одежды, и это очень приятно. Вот что мы видим на ней? Мы видим на ней в верхней части татарское нагрудное украшение изю. Кто-нибудь что-нибудь слышал об изю? Я слышал. Расскажите, Сергей. Изю – это нагрудное украшение женщины, в которое надевались все богатства, те, которые мужчина, то бишь муж, дарил этой женщине. Нет, не так, да? Это вы про другое украшение, про которое я тоже обязательно скажу, когда мы посмотрим нашу коллекцию. Оберег такой. Да, совершенно правильно. Главное слово – это оберег, потому что и русские, и татары, когда говорят, вот я тебе клянусь, они куда прикладывают руку, груди. По единому мнению всех народов душа человека расположена именно в этом месте. И это место, по мнению всех народов, следует очень сильно оберегать. И это место, давайте будем следовать традиции, для того, чтобы оно не было подвержено злому глазу, для того, чтобы оно не было подвержено разрушительным чужим энергиям, женщины украшали его и закрывали его. Ну и по мнению женщины и тогда, и сейчас, лучшим украшением груди является что? Бриллианты. Золото. Ну, золото, камень драгоценный, украшение. Драгоценное украшение. Да, совершенно верно. В разных слоях они были разные, но, тем не менее, это место украшалось. И это место, то есть, и это украшение называется Изю. А вот после того, когда Иван Грозный с войсками взял Казань, то, конечно, Казань была разграблена. И, конечно, русские воеводы, русские воины, русские войска увезли в Москву. И по всем тем княжествам, откуда войско было собрано, очень много награбленного из, как говорится, сокровищниц местных жителей. И вот с того времени вот такое, скажем так, большое фэшн-шествие Изю начало по всему миру. Потому что сначала, ну, представляете, это вот как сейчас. Туризм, спасибо Комитету по туризму, который поддержал наш проект большой. Туризм всегда правил бал и всегда способствовал развитию культур. Потому что, ну, после того, как из Казани от татар привезли такие украшения, которые в Москве еще не видели, но, конечно, самые лучшие жены русских воевод их имели честь носить, показывать, показывать заморским гостям на своих приемах. И вот с той поры и началось победное шествие Изю по всему, ну, скажем так, ну, нашему краю, это уж точно, скорее всего, у скандинавов, может быть, тоже что-то было подобное, сделанное из каких-то косточек. Но у них-то из косточек, а у нас-то из каменьев, из золота. И поэтому родоначальникам русских украшений на эту тему, которые уже называются совершенно по-другому, можно считать наш Изю. Дальше, пожалуйста. Ну, здесь общее представление выставки, да. А вот это такая коллекция, на которой изображены мои... То есть это моя коллекция, которая собрана из двух моментов. Из моментов моего видения татарского костюма, если бы здесь сидели этнографы, наверное, я бы... Ну, я уже, честно говоря, от них получала неоднократно, что этот мотив не соответствует, этот мотив соответствует сибирским татарам, а это носили только кряшины. Я не этнограф, я фэшн-дизайнер. Для меня самое главное собрать, вынуть из культуры самое привлекательное, на мой взгляд, именно мой взгляд. Возможно, вы найдете что-то другое, и в этом прелесть, мода, и вообще развитие. И взять что-то интересное, и представить его так, как я это вижу. В нем вот эта татарская коллекция, она как раз и называется Эритэш. Она была представлена в Каннах на Днях культуры России. И она очень зрелищная, она, как я сказала уже, эклектичная, не надо в ней искать абсолютно точных, верных таких этнографических моментов. Она про вдохновение, про то, чтобы иностранцы, да и мы посмотрели на себя и как-то погордились, загордились, как-то порадовались. И самое главное, чтобы это нас стимулировало к развитию дальше. Можно дальше двигаться. А русская коллекция была собрана мною, так сказать, можно из кэжуал-гардероба. Если посмотрите повнимательнее, видно же, что это вообще кэжуал-одежда, эту одежду можно носить каждый день. И с небольшой редакцией, которая основана по большому счету на аксессуарах и на каких-то элементах отделки, это вещи все из нашего с вами гардероба. И это вещи в тренде. Это тот тренд, который очень активный, очень востребованный. Фольк, эклектика, этно – это очень живые позиции, которые всегда развиваются. Просто мы даже не знаем, что девушка... Никак нельзя приблизить. Девушка стоит в дубленочке с вышитым в белом сарафане, с большим количеством ручной отделки. Это все народное творчество. Это все русское народное творчество. Но и сказать, что татары не вышивали. Татары еще как вышивали. И татары, вот Сергей говорил о том, любая уважающая себя девушка, особенно замужняя, ну, в смысле, замужняя женщина, имела хасите. Что такое хасите, знаете? Это я сейчас встану и покажу. Хасите, вот я ношу по модному, для меня это тоже некое хасите, и в этом даже есть какой-то глубокий сакральный смысл. Вот такая богатая перевязь, которая активно украшалась монетами, камушками, ну, в общем, всем драгоценным, что в ее руки попадало. Почему важно говорить о том, что это носила замужняя женщина? Ну, все знают о таком прекрасном, прекрасной традиции мусульманской, что как только мужчина говорит три раза, да, заветное слово, талак, 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 женщина тут же подхватывается, и уходит. И вот чтобы ей долго не подхватываться, уважающая себя замужняя женщина, которая всегда должна думать о своем будущем и о перспективах его развития, она носила вот эту перевязь со всем ее сокровищем. Это был капитал. А сейчас, посмотрите, я так ношу свою сумку, в которой у меня понятны карты, деньги, телефон. Это тоже мое сокровище. Но всякий раз, когда я его так одеваю, я всегда так себя чувствую немножко татарской женщиной, которая всегда готова ко всему. А вопросы можно задавать? Пожалуйста, задавайте вопросы. Анна, крутили, ребята, назад. Вот это вот крайнее. Вот там корона, кокошник, это что такое? Это он мне очень напоминает. Ну, корона, кокошник, да. Да, ведь русские носили вот такие кокошники. Они могли быть в зависимости от размеров абсолютно разными по выполнению, могли принадлежать разному социуму. А ведь вот если мы сейчас этот кокошник снимем с головы и оденем его сюда на грудь, то мы что увидим? Изюм. То же самое изюм. Немножко перефразированное, использованное в другом месте, оно очень точно по своему и размеру, и попадание в тему. Оно абсолютно точно решает задачи изюм, сохранению души, украшения этого места и отпугивания злых сил. По большому счету, кокошник носил тот же самый, тот же самый функционал был и у кокошника. Взгляд задерживается на кокошнике, а не на человеке. Стало быть, меньше злых энергий входит в человека. Мы так немножко уже как друиды разговариваем. Можно дальше? Опять-таки, очень много декора, очень много отделки, которая способствует пониманию того, как развивался узор. Очень много чеканной отделки. Чеканили как татары, чеканят и русские. И поэтому русские самоцветы использовали, татары использовали самоцветы. У татар есть прекрасные сапоги и чеки из нашей знаменитой казанской кожаной мозаики, а у русских были расписные, если вот кто-то вспомнит, ну вот хотя бы любой мультфильм по щучьему велению, по моему хотению. Помните там, этот Иванушка, когда он стал не дурачком с печкой, а со щукой плотно познакомился? У него такие роскошные ботфорты, развышитые, завышитые. Это тоже слияние и пересечение двух мотивов, двух орнаментов, двух культур. Можно дальше. Скажем так, вот это общий вид представления, как выглядит выставка. Вот на одной стороне плакаты, вот эти стенды оформлены таким образом, что по одной стороне, вот по левой стороне, представлена татарская коллекция, а с обратной стороны, если идти, то мы увидим вот такую русскую коллекцию. Как я уже сказала, ничто людей не сближает так, как быт. Мы провели большую исследовательскую работу, и знаете, что мы вообще обнаружили? Мы объездили очень много русских деревень и много объездили татарских деревень. И мы обнаружили, что наличники и оформление окон ни в татарских деревнях, ни в русских деревнях не отличаются друг от друга. Нет никакого специфического узора, который ты приезжаешь в деревню и прямо сразу говоришь, а, ну все понятно. Вот, а наличники – это окна дома, в них живут люди. По-любому, даже если дом и не слишком богатый, то культура двух народов говорит о том, что дом должен быть украсен. И вот под такими резными наличниками, под которыми сидит вот эта старая бабушка, по-русски бабушка, по-русски бабушка, татарский эби, а там мог сидеть кто угодно. А это деревня. Вот стилистическое единство вот этих наличников, оно, наверное, мне кажется, в большей степени не потому, что очень похоже там орнаментика, да, истоки, а потому что взаимопрогнекновение культуры, оно в пределах одной территории, да, оно очень мощное. Вот эта эклектика, откуда она взялась, как раз потому что рядом мы соседствуем, и друг друг у друга учимся и перенимаем что-то. Да, самое интересное, если кому-то понравился этот узор, никто не говорит о том, что этот татарский узор я себе такой не вырежу. Нет, понравился и все делает. И вот бытовое соприкосновение наших народов и дает возможность вырасти таким прочным дружеским отношением. Мы ведь празднуем праздники друг друга, да? Мы поздравляем друг друга и с Уразой, и с Ураза-Байрам, и с Пасхой, и дарим друг другу и куличи, и мои друзья татары приносят мне баранью ножку, и это классно. Еще у нас больше выходных, чем в России, что тоже немаловажно. Это как раз часть экспозиции, которая говорит о быте, где быт по большому счету в деревне оформлен абсолютно одинаково, что русские, что татарские дома изнутри обставлены на одинаково. За исключением, конечно, таких религиозных моментов. У русских стоит в красном углу икона, у татар висит Шамаиль. Но он висит, и у русских икона тоже есть. То есть святое место в доме всегда для духовности всегда находится. И это тоже такой сближающий момент. Я хочу добавить, что это все-таки касается больше декора, потому что структурно русская изба и татарский дом, они отличаются все-таки. Про вход, я все знаю. Среда вокруг дома, как организуется, двор. То есть они, исходя из традиций, каких-то жизни, быта, организации быта, они отличаются достаточно сильно, если мы посмотрим историю, и как это из века в век передавалось. А вот по декору, да, там очень сильно идет проникновение культур и заимствование, опять же, вот этих вот мотивов. Ну и, конечно, сильнейшим мотивом нас объединяющих, но, наверное, я как фэшн-дизайнер могла об этом не говорить, но раз это входит в нашу презентацию, я об этом скажу обязательно, это, конечно, наша еда. Когда мы покупаем прекрасный ищпачмак, у меня вот мама тоже русская, печет прекрасный ищпачмак, ну, я вообще обожаю эту кухню, обожаю. И поэтому продукты, которые используют и русские, и татары, они очень похожи тоже в своих, в своем производном. У русских есть такой русский пирог, курник называется, а у татар есть пирог белеш, да, его по большому счету даже и готовят, но с нулой одинаковые, и едят одинаково, и радуются ему одинаково. Поэтому показать все это в Европе, проект презентован в рамках русских сезонов, которые проходят в Европе, в Берлине. Сколько же было русских сезонов, Катерина? Русских сезонов, русские сезоны. Начиная с Дягилева? Начиная с Дягилева, да, было много. С перерывом определенным, да? Да, в этом году Министерство иностранных дел, оно решило привести русские сезоны в Берлине, потому что Берлин, это столица не только Германии, это вообще столица Европы, а Германия хозяйка Европы, мы все знаем, насколько нам интересны и важны партнерские отношения с этим государством, и поэтому вот в Берлине, в русском доме, мы всех приглашаем, если кто-то будет, роскошный, большой, огромный русский дом. Когда приедете в Берлин, первым делом посетите эту русскую. На Фридрихстрассе, да, мы вас будем ждать. Айда все в Берлин? Айда в Берлин. Айда в Берлин, да. Поэтому в Европе, которая живет в распрях не умеющих, не желающих и не ассимилирующихся к европейской культуре беженцев, для них, конечно, это очень важный вопрос, как научить народа жить в дружбе. Но мы никого не учили, мы просто сделали проект и показали, как мы живем. Мне кажется, очень интересный вопрос, вы такой затронули. это взаимоотношения художника и критика. И вот вы как раз сказали, что где-то вас там обвиняли в недостоверности и так далее. Я думаю, это происходит все потому, что понятия подменяются. Есть понятие исторического костюма, где как раз очень четко требуется соблюдение каких-то традиций и орнаментика, и фактура, и ткань и так далее. И есть дизайнерские вещи, которые просто исполнены вдохновленным дизайнером под влиянием разных культур. И какие-то образы художественные, творческие рождаются у него в голове, и затем рождается коллекция. Мы тоже столкнулись с этим. И знаете, в последнее время с нашими студентами, вот как раз Мадина Мухаммедовна Махмутова, преподаватель нашей кафедры дизайна национальных искусств ФМК КФО, в этом году сделала две работы со студентами. Одна – исторический костюм, и одна – это коллекция для, скажем так, деловых женщин Татарстана, была разработана одежда, в которой, мне кажется, деловые женщины Татарстана могли бы представлять нашу республику где-то на каких-то приемах, на каких-то деловых встречах. Я думаю, что можно эту коллекцию сейчас посмотреть. И вот видение наших студентов уже, их взгляд на татарский костюм, национальный костюм, и как это в современной интерпретации может выглядеть, сейчас можно было бы посмотреть как раз. Ну что, друзья, посмотрим коллекцию, которую разработала дизайнер Бурханова Сабина, выпускница кафедры дизайна национальных искусств и ФМК. Коллекция называется «Нежность». Если мы мостик перекинем к нашему конкурсу и к нашему фестивалю, то эта коллекция представляла нашу кафедру на конкурсе творческом, получила третье место, завоевала. Но для Сабины это один из первых опытов, по-моему, работы, Мадина Мухаммедовна, в дизайне костюма. И вот такую коллекцию она сделала, да, были даже во время защиты. Это выпускная квалификационная работа, которая в июне месяце была продемонстрирована государственной администрационной комиссией. Были вопросы, но в целом вот современное прочтение и как можно тонко с национальной темой войти уже в современную одежду. Вот студентка, мне кажется, неплохо представила в этой своей коллекции. Мне кажется, участие в нашем конкурсе Сабину вдохновило на дальнейшую работу в этом направлении, потому что, к сожалению, на нашей кафедре нет профиля дизайн-костюма, хотя востребованность есть. И я здесь хочу сказать, что название нашей кафедры, вот кафедры дизайна и национальных искусств, она наталкивает на то, что должен быть посыл вот этот вот к национальному костюму. Да, обязательно. Мы работаем, конечно, над этим, но на сегодняшний день у нас есть студенческая творческая группа «Татар Стайл». И вот в творческих группах и на выпускных, на защитах выпускных квалификационных работ мы можем иногда вот наблюдать вот такие вот коллекции. Это очень приятно, потому что, ну, нет профиля, не готовим мы дизайнеров костюмов, а коллекции периодически, ежегодно, две-три коллекции у нас защищаются. И они вот именно пропитаны вот этим национальным духом. То есть это не какая-то просто современная молодежная коллекция, а именно вот в таком ключе студенты разрабатывают. И я понимаю, и мы все понимаем, что интерес-то есть у молодежи, просто нужно его поддержать и где-то направить. И мне даже немножко было неловко, когда на какие-то простые вопросы студенты сейчас не смогли ответить. Мы должны изучать, мы должны, мне кажется, обращать на это внимание. И тогда мы получим развитие национальной темы в костюме вот от молодых уже дизайнеров. И наш фестиваль и наш конкурс очень порадовал тем, что уже такая подрастает хорошая, скажем так, как это назвать, смена, хорошая смена нашим фэшн-дизайнерам, уже именитым, кто уже давно работает, с национальным костюмом и с национальными мотивами. Очень порадовала. Ну, я думаю, что мы вот еще раз девочкам поаплодируем и отпустим. Может быть, да. Девочки, подожди, пожалуйста. Екатерина, ваше экспертное мнение. Да, мы хотели вот рассмотреть, вот так получилось, вот так случилось абсолютно спонтанно, что эти костюмы являются собой яркую, вот это реально так, это никакой рояль в кустах, это не было продумано, это не было подготовлено. Вот обратите внимание на первую модель, которая ближе к вам стоит в длинной юбке, ну, в юбке в длинном миде и в укороченном жакете. Вот, посмотрите на длину ее рукава. Опусти солнышко ручку с сумочкой. Видите, рукав удлиненный, да? Я понимаю, то есть вы же подумаете, ну, это не ее размер, рука спустилась, рукав спустился, и он такой стал удлиненный. Он нет. Стал модно удлиненный. Да, и стал модно удлиненный. Нет, вот татары, да и русские, любая знатная женщина, которая не занималась дома, домашним трудом, не мыла, не терла, не готовила, имела обслугу, имела прислугу, должна была, ключевое слово, должна была носить длинный рукав, показывающий, что она знатна и состоятельна. Я бы сказала, это требование ее мужа было, для того, чтобы все понимали, как он ее содержит. И поэтому длинный рукав, это всегда, ну, на генном уровне это уже отложилось, длинный рукав, это всегда рукав, принадлежащий женщине, которая не обременена грязной работой. И вот обратите внимание на вторую модель в брюках. Вот дизайнер, конечно, этого не знал, но вот это называется кухаркин рукав, потому что рукав достаточно высоко открыт, и по идее он не может быть использован, вот когда шьют из таких богатых тканей, ну, условно богатых, из дорогих тканей с глянцевым покрытием, понятно, что эта ткань очень трепетная, понятно, что она в такой-то в повседневной жизни не может часто быть используема, потому что, ну, вот она трепетного отношения просит. А рукав-то у нее короткий, поэтому вот эта стилистическая несостыковка говорит о том, что дизайнеру надо немножко точнее копать в этом направлении, немножко точнее. Не страшно, что рукав такой, ну, просто если вы говорите о национальных тенденциях, если вы говорите о деловой женщине, то деловая женщина ну, такое себе никогда не позволит. Хотя использование изю, вот этого элемента изю... Может быть, одна молодая деловая женщина? Ну, которая еще пашет и пашет. Да, да, в случае рукава. В случае рукава. В случае рукава. Молодежная коллекция. Да, и вот имейте в виду, всякий раз, вот всякий раз, когда вы вот так хотите поддернуть рукав, вот всякий раз думайте о том, что так делают люди, которые обременены большой работой. Большой, большой, трудной, тяжелой работой. И если вот вы идете куда-то на собеседование, вот придете ко мне на собеседование, вот придете с таким рукавом, ну, не обижайтесь, если вас впахивать заставят, потому что вы всем своим внешним видом запоминаем. Это, это продемонстрировали. У второго рукава по большому счету та же самая проблема, он достаточно укорочен, но при этом дизайнер одел вот эту перевесть, эту перевесть, хасите. Да, она здесь стилистически обыграна вышивкой, богатой, красивой вышивкой, что является в некотором смысле, ну, некоторым аналогом тех богатств, которые бы женщина, девушка сюда принудительно закрепляла. Но вот укороченный рукав для пропорции он хорош, а вот для темы, опять-таки, богатой хасите и укороченный рукав это стилистическая и смысловая несостыковка. Если вы выбираете такой рукав, что дизайнеру позволительно, я сама, как вам уже сказала, миксую те моменты, которые мне нравятся, мало заботить, а какой этнической группе татар они принадлежат. Так вот здесь просто стилистическая несостыковка хорошего, большого, объемного рукава и вот этой перевязи хасите. Я небольшое такое от темы, хочу отойти чуть-чуть от темы, вернее, наоборот, в тему рассказать небольшую историю связанности Екатерины. Буквально на днях мы неожиданно встретились на концерте классической музыки, когда я на следующий день у него спросила, а понравился ли вам концерт, она сказала, категорически не понравился, потому что солистка пела оперную арию, а рукав у нее был три четверти, это совсем не соответствует тому, что она делала, несла разумное, доброе, светлое и очень к высокому нас звала своей музыкой, и вдруг у нее это неудачно совершенно подобранное, рукав три четверти, кстати. Действительно, ощущение вот этого было, несоответствие образа, в котором певица вышло на сцену и того, что она делала на сцене, поэтому это вроде как бы и может быть и мелочь. С ней работал дизайнер, фэшн-дизайнер, она не получала даже консультации. Вот человек, который, профессионал, который знает вот эти все нюансы, вот эти тонкости, Екатерина, она сразу подметила, и как большого профессионала, это ее немножко даже покоробило, что вот это вот несоответствие, мы потому что всегда воспринимаем люди творческие, те, кто рисует, у нас картинка зрительная и звук, они должны обязательно соединиться и очень гармонично соединиться в нас. А здесь вот этой гармонии не произошло, и, видимо, поэтому где-то вот такое вот было немножечко чуть-чуть негативное отношение к тому, что делалось. Ну, вот это то самое правило семисекунд, когда ты внутренне чувствуешь диссонанс, не можешь, может быть, его сформулировать, в чем диссонанс чувствуется. А если позволить, я как раз хотел вернуться к нашему конкурсу, и к тому, о чем вы говорили, да, изначально, вот ведь у нас было три номинации, которые мы делали в рамках ПФУ Федерального университета, и одна из них была традиционный национальный костюм. И на традиционный национальный костюм нам из этих вот, из этого большого, там, 96 заявок, не было ни одной заявки. То есть, все заявки были, так сказать, препарированы уже в современном, да, сценический костюм был, а вот традиционного национального костюма сделано не было, кстати сказать, ни одного представления не было. Может быть, мы девочек отпустим? Да, большое спасибо вам. Давайте поаплодируем девочкам. Немножечко хочу сказать вообще по поводу вот таких вот конкурсов. С 2005 года мне приходится постоянно очень плотно либо участвовать в организации, либо участвовать со студентами в таких конкурсах. И первое, о чем я хотела бы сказать, что вот многочисленность нашего конкурса у меня очень многочисленность коллекций, которые были представлены, очень порадовала. Потому что буквально года три назад эти конкурсы были не многочисленными, да, то есть было, мы получали немного заявок, это нас очень расстраивало, что бум на театр мод, на вот работу с костюмом, на дизайн костюма, какое-то новое видение молодежное, среди молодежи прошел, как будто бы мне показалось. И я вот в этом, скажем так, состоянии пребывала до нашего конкурса. И вдруг вот конкурс, который, ну, правда, это усилиями Дина, Сыховна, и Сергея, и всех, кто являлся организатором конкурса, да, вот то, что было привезено много коллекций, это очень порадовало. Ну, исторический костюм, действительно, мы со студентами не имеем возможности, и это, наверное, может быть и не совсем наш профиль, да, вот именно заниматься воссозданием таких музейных костюмов исторических. Мы все-таки работаем больше с фантазийными какими-то, да, проектами, мы учим раскрываться творческому потенциалу студентов и креативности. Хотя одна заявочка была на конкурс, это была наша заявка как раз нашей кафедры, но так как это был единственный костюм, но в результате эта номинация не состоялась. И я думаю, что со временем и эта номинация будет наполняться, потому что сегодня уже, мне кажется, молодежь понимает, что вот создавать креативный костюм можно только, если ты очень хорошо знаешь традиции, да, которые были в костюме сформированы и заложены. Вот просто так насмотреться того и всего этого не получится хорошего продукта. И я думаю, что эту номинацию не стоит и в дальнейшем исключать ее, пытаться все-таки ее популяризировать и попытаться, чтобы и наши студенты и другие учебные заведения обратились к историческому костюму и делали не коллекции, это, наверное, все-таки будут единичные экземпляры, ну, может быть, парный костюм мужской и женский. Я думаю, что в дальнейшем мы увидим на нашем конкурсе исторический костюм тоже. А о чем я еще хотела бы сказать, чем меня наш конкурс приятно удивил, ну, буквально, вот, 10-15 лет тому назад, когда мы говорили татарский костюм, на сцену выходили коллекции, открытые цвета, как у нас, зеленый, доминирующий, да, 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 это глянцевая ткань, это вот такой вот шелк, такой желтый, красный, оранжевый, зеленый, да, вот комбинация из таких цветов. И я всегда смотрела, это вот, я ее называю вырвиглаз, да, в определенной комбинации это очень смотрится жутко. И вот таких коллекций было много, вот это штаб, который выработал у нас сценический костюм, это то, во что одевают наши театральные, вернее, танцевальные коллективы, да, говоря о татарском костюме, да. Ну их же кто-то одевает, они же приходят к каким-то дизайнерам. Это вообще беда, это нехрадные коллективы, это беда какая-то. Да, и вот они очень активно в нас вот это вот вкладывали, такое отношение восприятия татарского национального костюма. На нашем конкурсе в этом году мы увидели очень сложные цветовые решения. Да, очень, очень интересные. очень много рукотворного, да, то есть это порадовало меня больше всего, что наши молодые дизайнеры начали намного сложнее подходить к решению вот коллекций, связанных с национальным костюмом и с национальным искусством. Очень приятно вот это осознавать и видеть, очень порадовало у нас из Чебоксара, да, по-моему, Чебоксара, великолепных несколько коллекций привезли. Давайте скажем о нашем Кукмаре. Я просто в восхищении от Кукмара. И вот, друзья мои, дизайнеры, вот вы такие городские, вы считаете, вы живете в Казани, Казань, третья столица. Реально, Казань, очень крутой город. Поездив по России, я могу сказать, три города в России, которые достойны называться реально столицами. Мы, Москва, ну и Питер. Как это так? Питер еще нас подремонтировали, подреставрировали. Все на последнее место оставили. Но когда из Кукмара, вот вы кто-нибудь были в Кукмаре? Кто-то в Кукмаре жил? Наверное, кто-то есть из Кукмара, кто у нас. А это были дети детской школы искусств. А это детская школа искусств. Привезли в фэшн-коллекцию им хорошего стилиста, и они из нашего татарского войлока сделали настоящую реальную фэшн-коллекцию, которую мог бы позавидовать и Маквин, и Маржелла, и вообще и Дресс Ван Ноттон. Ей нужно, ну скажем так, добавить немножко бюджета для стилизации. Бюджета много надо добавить. Ну бюджета, да. Я прошу много. Вот. И поэтому и это в Кукмаре. Поэтому, когда мы говорим о моде, когда мы говорим об интеллекте в моде, неважно, где вы живете, некоторые думают, я живу вот не в том месте. Вот жил бы я в Нью-Йорке, я бы стал там великим дизайнером. Или жил бы я в Париже, я хочу в Париже на неделю парижской моды, там хочу участвовать. Да вы в Казани сначала поучаствуйте. И Кукмар вообще сделал реально крутую, красивую, полноценную, профессиональную коллекцию, будучи детской школой искусств. Я вот все хочу собраться к ним, поехать, познакомиться. Даже думаю, что как-то надо мне с ними какую-то коллаборацию устроить. Обязательно. Давайте сначала закончим сегодняшнюю встречу и поедем к Кукмаре. А я что хотел сказать, смотрите, вот тоже такая, ну, вброс такой небольшой. В Казани находятся три вуза дизайнерских, даже четыре, да? И представлено коллекции было очень и очень мало. Ну, вот у вас на кафедре это не профильная кафедра, КХТИ представлено было практически одной и очень, так сказать, немногочисленной коллекции в коллекции «Образ», да? Киси там вообще никого не было. Вот это как? Вот были действительно Кукмар был, значит, у нас география достаточно большая была, да? А из Казани, в общем-то, мы считаемся здесь, дизайнеров готовим профессионально давно и долго. А вот нет, нет, не было коллекции. Как это говорят, эта поляна практически пустая. Если у кого-то есть тема в голове заняться национальной модой и заняться современной национальной модой, ведь можно сделать модным все, что угодно. Любой принт можно сделать модным. Вы же, как дизайнеры, понимаете, что для этого нужно. Ну, так не надо вообще никаких перепрочитываний, перемусоливаний, создавания велосипедов по 25-му разу. Нужно брать модные тенденции и туда вписывать национальные колориты. Это по большому счету вообще не затратно. Но, как правильно сказали, если у вас нет базы, вы, конечно, будете делать лепнину, вы, конечно, будете делать вещи, которые мало будут о вас говорить, как и дизайнеры нового поколения. Поэтому я бы всем посоветовала пятерок побольше, учить базу и космоса в голову. Мам, честно. А вот я небольшую ремарку могу сделать. Посмотрите, мы говорим о национальной моде. Нет национальной моде, нет национального костюма. На сегодняшний момент использование национальных тенденций является мировым фэшн-мейнстримом, ведь в принципе. Это правильно. Начиная еще пять лет назад выпустили Дольче и Габбана, русскую коллекцию, к слову сказать. Понимаете? Нет национального костюма. То есть мы просто привносим элементы в современный, ну, либо вот кутер, либо, конечно, мы говорим о, в общем-то, прет-порте в современный носительный костюм. И вот это вот самое главное, о чем мы говорим. И кукмар, кукмар, вот мне кажется, почему они там сделаны? Мне, кстати, была шикарная коллекция совершенно и кукольная в кукмаре, и тоже из войлока. Мне кажется, там очень неплохо работает валяльно-войлочный комбинат, который, соответственно, готовит специалистов для себя с тем, чтобы они потом продавали. Это вот очень правильно, это такая вот, ну, я бы не сказал, коллаборация какой-то, это кластер такой, как мы сейчас как раз создаем, создаётся в Татарстане, который готовит себе и дизайнеров, и производство, и сразу они продают. Это вот очень важно. Кстати, я хочу сказать, что кукмары вообще в республике Татарстан, они потихонечку вот эту нишу занимают всё больше и больше. В прошлом году кукмарская швейная фабрика обратилась к нам, именно на нашу кафедру, и попросили разработать для них несколько коллекций, детской одежды. Они там начали шить, ну, то есть у них вот войлок, и дальше они, то есть кукмарские валенки. Сейчас очень хорошая у них швейная фабрика есть, которая шьёт куртки. И мы для них разработали несколько детских коллекций. Кстати, тоже этнические мотивы присутствуют, но такие очень современные коллекции, они у нас, эти проекты, дизайн-проекты выкупили у наших студентов, да, и сейчас уже запущены, отшивают. Это очень приятно, что они поняли, что нужно видение вот этого вот молодёжного для того, чтобы продукт продавался. И у нас такая очень хорошая связь с ними появилась. Я думаю, что это сотрудничество будет продолжено. Но я ещё хотела вернуться всё-таки к конкурсу кукол, и здесь вот представлено, да, Мадина Мухаммедовна, может быть, вы немножечко расскажете участники этого конкурса, также наши студенты, наш педагог. Мадина Махмедова, Мадина Мухаммедовна, кандидат наук, доцент кафедры дизайна национальных искусств Института филологии межкультурных коммуникаций КФУ, член Творческого союза художников России, Палаты народных художественных ремёсел и промыслов Татарстана. Можно я только скажу два слова. Я лично радовалась и, скажем так, активно участвовала, так как я была председателем жюри, я активно лоббировала, не побоюсь этого слова, первое место для этой коллекции, потому что я считаю, что вот именно таким образом и надо продавать National Art, потому что это коммерчески успешный продукт, он абсолютно незатратный в выполнении, он современно выглядящий, он вообще реально прорыв. Если бы мы могли запустить, Татарстан мог запустить такую линейку в свою сувенирную продукцию, это было бы реально хорошо. Спасибо вам. Вам пару слов. Будьте добры. Что я могу сказать, что вообще работать с куклой и тем более с куклой в национальном костюме не входит в ряд дисциплин, которые преподаются на кафедре. Ценность этих коллекций в том, что они проходят в рамках одной дисциплины, которая называется творческие группы по направлениям, и основное количество времени, конечно, студенты тратят в свободное свое время. То есть, поэтому вот то, что мы сегодня поднимали, вопрос о том, что студенты должны знать и у них должно быть желание изучать свои корни, а тем более истоки зарождения народного костюма, который потом представляется сегодня как элементы национального стиля. и, конечно же, это в первую очередь сложный, длинный процесс. Ну, а кукла, она всегда хороша тем, что мы всегда играем в куклы. Это глубоко личное, которое тянется из детства. И поэтому эта тема, я считаю, она будет вечна, тем более для наших уже студентов. И поэтому, вот говоря уже об этих коллекциях, естественно, технологии, художественные технологии изготовления кукол, они известны в мире кукольников. Это и шарнирная кукла самая сложная, это и каркасная кукла, и мягкая кукла, которая шьется из-за ткани сама форма. Но, вот вы правильно сказали, что мы, дизайнеры, должны искать формы. Новые, новые формы. И поэтому я хочу показать, как выглядит именно эта коллекция. Ну, вот, например, допустим, если ее не взять в руки и не перевернуть, то ни один человек не догадается, что в основу этой коллекции легла детская кегля. игрушка, и которая по бюджету по цене 15 рублей. То есть, внутри пластмассовые кегли, в которую играют дети детского сада. И в чем уникальность этой кегли, что у нее есть как раз та самая голова, которую можно разрисовать, и основа вот здесь есть, за что можно зацепить конструктивно ткани, для того, чтобы они представляли вот такую форму, на которую уже насаживается костюм. И получается, что коммерчески действительно этот проект может быть успешным, потому что вкладывается минимальное количество затратных средств и максимальное количество как раз дизайнерского мышления, дизайнерского подхода. И вот если студенты будут максимально предлагать именно такие формы своего дизайнерского решения, мне кажется, наша задача будет решена именно как преподавателей. То есть получается, что мы таким образом их стимулируем для того, чтобы сегодня создавать качественно новый продукт, дизайнерский именно продукт, даже в сфере кукол в национальных костюмах. Спасибо Материн Махаметовна. Ну что, ребят, пришло время вопросов. У кого есть вопросы? Здравствуйте. Мы увидели представленные вами коллекции и вопрос по технической части. Какой путь проходит изделие от идеи и уже до экспонирования даже в русском доме в Берлине? Может быть, у вас есть какие-то там секреты? Вам кто-то помогает? Что-то делается вручную? Что-то уже автоматизировано? Расскажите, пожалуйста. Конечно, секреты есть. Я, хотя и названа в честь великой императрицы Екатерина, но, конечно, я бы одна это все не сделала, потому что слов нет. Мои ручки тоже имеют к этому большое приложение, потому что когда идет такой большой проект, у тебя нет возможности просто так осуществлять русское руководство, все берут, что в руки могут взять, иголки, нитки, клей, монтаж какой-то и делаем. Конечно, работает большая команда. Путь проходит очень большой, очень длинный. От эскизного проекта до воплощения прошло... Сколько, Сергей, прошло времени? Ну, год, наверное. Год. Целый год. То есть это выкристаллизовалась дизайнерская идея, какие-то другие моменты приходилось обтесать. Как сказал Роден, делать хорошую скульптуру очень легко, надо отсечь все лишнее. Вот по большому счету сделать хороший проект очень легко. И, конечно, любой проект несет в себе не только дизайнерские затраты, технологические затраты. Очень важно слаженная большая работа, колоссальная работа административной команды. Потому что пока мы дизайнеры дизайнерим, портные подшивают, кто-то же должен заниматься всем остальным сбором документов, таможенными моментами. Это колоссальная большая работа. Сергей об этом знает лучше, конечно. Я думаю, что здесь в большей степени потому что есть Сергей. Ему отдельный аплодисмент потому что это очень здорово, когда у творческого человека рядом есть человек, который этого творческого человека продвигает, помогает ему вот этот путь свой найти, путь к потребителю своему, к зрителю своему. Я бы, наверное, подумал так, что вы говорите в большей степени о творческой составляющей. Вообще говоря, конечно, работает большая команда, если мы говорим вообще в принципе о проекте. Вот это у нас уже третий проект, который работает в Европе. И я скажу так, что да, административный ресурс, конечно, здесь присутствует, но не в этом дело. То есть сидит команда, то есть есть человек, который генерирует идею, вокруг него человек просеивает потом людей, которые творчески попадают под его, ну, будем говорить, под его волну. подбираются здесь музыканты, графики, дизайнеры, значит, соответственно, фотографы. То есть у нас достаточно большое полотно такое художественное сделано. И вот дальше создается такая творческая группа, которая достаточно долго работает. И ваш вопрос о том, сколько это все проходит, действительно, это проходит. Даже вот мы вывезли проект, открылся он у нас 15 августа, а у нас еще, условно говоря, 28 июля у нас еще точки над И поставлены не были. То есть все равно все было вот в таком вот. И более того, любой художник всегда недоволен. Мы приехали туда, нет, вот здесь надо было не так сделать, здесь надо было не так сделать. Поэтому это живой процесс, очень живой процесс. Я вот еще один вопрос к этому же добавлю, да. Это вопрос не от меня, а от студентов, потому что они мне очень часто этот вопрос задают. А должен ли дизайнер костюма уметь шить? Обязательно. Это обязательно условие. Если кто-то думает, что быть партняшкой, быть партнихой, уметь шить, это вообще ниже его дизайнерского достоинства, просто не тратьте время дальше, разворачивайтесь и ищите себя в том месте, где ваше достоинство будет спокойным. Я закончила ПТУ сначала, швейное училище, потом закончила курсы квалификационные, потом закончила институт, после института училась в ТОГИО как магистр уже. И вот сейчас я еще сейчас думаю, куда бы мне пойти поучиться. Не так давно я закончила дизайнерскую школу деталей в Москве. У меня есть свои декораторские амбиции. Поэтому учиться всегда нужно и важно. Любой профессионал, вы же знаменитый фильм «Москва слезам не верит». Видели? Вы посмотрите на все руководство в нашей стране, больших, крупных предприятий, монстров промышленности. Как правило, это не только ученики, вышедшие из каких-то английских колледжей, школ, бизнес-проектов. Кому-то везет. Ну, кому-то везет, да. В общем, мой ответ такой. Дизайнер одежды шить обязан. Я могу прийти на любое производство в Италии, в Испании, в Парагвай, да где угодно. И с любым человеком, на языке которого я не говорю, с любым мастером, просто путем технологии, вот просто путем складывания бумажки в одну сторону, в другую сторону и рисованием пунктирной линии, обозначающей шов, объяснить на любом буквально производство. Любому китайцу могу объяснить, что я хочу, если я понимаю технологию производства одежды. если вы технологии производства не знаете, вас просто вы рано или поздно уйдете, потому что вас все время будут обманывать. Это даже просто по бизнесу невыгодно не знать технологии производства. Следующий вопрос. Скажите, Катерина, а что вас вдохновляет на создание коллекции одежды? Да вот, вы знаете, такой вопрос традиционный. Я как-то ехала на одно интервью и думала, вот мне сейчас опять спросят, а что меня вдохновляет? А я еду в такую непогоду, такой период распутится, грязные машины, вот этот мокрый снег, вот эти дворники, и стою в пробке, и впереди меня такая машина, она так очаровательно грязная, прям вот такая грязная, вот шикарно грязная, в ней такие муаристые разводы, видно, что ее не мыли уже там месяц, но понимаете, ведь можно в этом увидеть грязь и неряшливость, а можно в этом увидеть живопись, которую сделала вот сама природа, которая там соль где-то подъела, тут дворники что-то набрыскали, другая машина облила, других красок добавила. Вдохновить можно все что угодно, вдохновение это не то, что вот ты проснулся с утра, попил там кофе или чай, сел у окошка, что надо начинать вдохновляться, вот вы меня вдохновляете, вы такая милая, такая вот необычная, и голос у вас такой тоненький, я вас буду помнить долго. У меня, кстати, тоже есть по поводу этого история, был у нас опыт сотрудничества на дипломных проектах с Рустамом Исхаковым, известным казанским дизайнером, и вот у него была подопечная дипломница, которая думала, какую же коллекцию ему ей выполнить как дипломный проект, и она с ним советовалась, они очень долго искали вот этот вот образ, идею, от чего оттолкнуться, и вот он рассказал тоже такую же историю, точно так же ехал в автобусе, и вдруг мимо проезжает другой автобус, и на нем реклама хлебобулочных изделий, и он говорит, я увидел вот этот вот батон такой в виде косички, я его увидел и представил себе коллекцию, да, и они сделали шикарную трикотажную коллекцию, такую мягкую, пушистую, да, вот, и основным сюжетом была вот эта вот коса, сплетенная вот из той булочки, которую он наблюдал на рекламе на автобусе, поэтому вдохновение, вдохновение это такая вещь, которая вот неожиданно совершенно посещает художника, если он может и видит окружающий мир, видит в нем вот какие-то такие моменты, умеет это увидеть, этому надо учиться. Я вообще так скажу, для дизайнера, вообще для художника очень важно хорошее настроение, вот важно, чтобы у вас было хорошее настроение, поэтому вот больше всего берегите свое хорошее настроение, не впрягайтесь в какие-то распри, старайтесь избегать негатива, имейте только позитивные мысли в голове о себе, о мире, вот хорошее настроение способствует любому вдохновению. Ребята, еще будут вопросы? Здравствуйте. Скажите, как, по вашему мнению, сейчас стоит одеваться современной молодежи? Современная молодежь, вот хороший вопрос, с одной стороны, он такой классический, как стоит одеваться современной молодежи? Вот я сейчас сяду на своего любимого конька про 7 секунд. Вот 7 секунд, это не моя находка, о чем я, кстати, сожалею, но во что я свято верю. 7 секунд вы можете сами по себе проверить. Вот когда я вошла в студию, вы на меня посмотрели, да, ну там вот я прошла, потом постояла, ну 7 секунд, понятно, прошло. Вот для того, чтобы редактировать этот образ, мне понадобится 2,5 месяца. И не факт, что меня опять пригласят в эту студию, и опять соберетесь вы, и я опять смогу что-то сказать, что изменит ваше отношение, ваше мнение обо мне, которое сделало, ну первым образом, вы же первым делом меня увидели в одежде. И вас всех видят сначала в одежде. только после того, как вы зашли, 7 секунд прошло, вы имеете возможность продемонстрировать свой интеллект, если вас об этом попросят. Вы можете хотя бы тембр голоса продемонстрировать. А ведь все до этого работает только визуал. И это счастье. Потому что благодаря хорошему визуалу, то есть хорошему выгляденью, вы имеете возможность где-то остаться, куда-то зайти еще раз в какие-то двери. Поэтому как должна одеваться современная молодежь? Современная молодежь должна одеваться так, чтобы запомниться и чтобы оставить о себе хорошее впечатление в той целевой аудитории, где она вращается. Ведь эти судьбоносные 7 секунд могут сегодня с вами случиться многократно. Вот, наверное, девочки, ну все точно это знают. Наверное, для мальчиков это не так типично, хотя мальчики сейчас тоже хо-хо. Встречаешь кого-то и тебе говорят ой, на меня не смотри, я так плохо выгляжу, я так болею, вообще я так вот только выскочила вот там добежать до стоянки, до парковки, хлеб купить, еще что-то. Случалось такое? У мальчиков нет, ты права. Мальчики так друг друга не говорят. Они наоборот хватят, слушай. А представляете, и вот этот же человек, он же вышел там с немытой головой, непонятные одежды, ну так вот, ну вот вышел и вышел. Он не рассчитывал никого встретить, хотя странно, почему же он не рассчитывал, он же в городе живет. И вот эти семь секунд и ваши впечатления, а вы посмотрели на нее, там говорили, ну да, да, понимая, потом пошли к подружке встретить, говорит, я сегодня встретил ее, вообще выглядит ужасно. Он ее, наверное, бросил. Ну как одеваться-то? Одеваться? Нет, вот нет секрета гардероба. Когда люди говорят, что я равнодушна к моде, я в это не верю, потому что никто из нас не ходит в брюках а-ля панталон, а-ля Людовик. Все ходят в нормальном крое, который присутствует в нашей дне. Одевайтесь типично для своего, ну как сказать, для своего социума, для своей местности. Вот допустим, если вы бледная, ну не надо рисовать на скулах такой багрянец, румянец, только потому, что вы решили одеть малиновые брюки или там малиновую куртку. Немножко надо понимать, что такое цветотип. Все это понимают. Ну я не буду... Мне кажется, что не все это понимают. Ну это сейчас уже вообще одно время это было очень модно и говорить о том, что существуют цветотипы. Женщина-осень, женщина-весна, женщина-лето. Все понимают, о чем я говорю, да? Все понимают? Ну покивайте, чтобы я понимала. Да, вот. Сейчас существует другая тенденция говорить о том, что это ну консервативное разделение, что сейчас везде микс, потому что люди зимой выглядят более бледно и с красными носами. И кстати, вот очень-очень такая тема, когда вы куда-то идете на какое-то ну такое эвентовое праздничное мероприятие. Вот обязательно надо учитывать освещение. Сколько раз я была на таких мероприятиях и видела, как прекрасная женщина, дама, девушка, одетая в бордовое платье под вечерним освещением после шампанского приобретала бордовое лицо, потому что алкоголь, освещение, платье, все это озаряло нежный, прекрасный облик, и там от нежности ничего не остается. И признаться, я вообще не критикую никого за селфи, потому что селфи это возможность понять себя, узнать себя, узнать свои сильные стороны, понимать, с какой стороны не только у тебя нос короче, длиннее, но все-таки ты же еще видишь там то, что после носа внизу остается. Ты видишь, ага, зеленая кофточка не подходит, надо брать другую кофточку. Поэтому определение своего светотипа и как можно меньше клонированности. Большие сетевые глобальные бренды, они вообще работают и день и ночь не спят для того, чтобы как можно больше денег получить нас с вами, как можно больше сделать нас с вами одинаковыми. Если мы с вами одинаковые, мы такие простые в управлении, потому что мы начинаем считывать друг друга по образу стаи, на нас сразу калька накладывается стайное поведение. Стайное поведение выгодно всем, начиная от управления нами большим государством, заканчивая манипулированием нами в семейных группах. Поэтому не теряйте своей индивидуальности, не спрашивайте дизайнера, как надо одеваться. Одевайтесь так, как вам ложится на сердце, как вы считаете вам в этот момент нужно, важно и интересно. когда я училась в Токио, в Токио есть такой известный район Харадзюка. Слышал хоть кто-нибудь? Погуглите Харадзюка. Вы не представляете, я туда, я дизайнер и вообще училась достаточно давно, была помоложе, одевалась очень ярко, думаю, ну сейчас я туда приду, а туда приходят вот именно для того, чтобы произвести впечатление. Я туда пришла и почувствовала себя серой мышкой, реально серой мышкой, ни одного лайка, я вообще в свою сторону не получила, потому что там нет людей, одетых в тенденции, там есть люди, одетые во вдохновение, там ходят мальчики со шпагами, в косухе и в шпаге. Кто сказал, что это некрасиво? Ну может быть в автобусе это ездить неудобно, но это мечта, вообще мода это игра, играйте в нее как-то так, немножко полегче, не придавайте ей огромного значения, а больше придавайте значение себе в моде, а не моде в себе. Как-то надо выглядеть, а для девочек очень важно выглядеть красиво, просто красиво, не так, как Зара вам советует выглядеть, а так, как вы хотите выглядеть, и как можно меньше унифицированности. Хотя, ну ладно, это другая тема. Все, спасибо. Ребята, еще будут вопросы? У вас, хорошо? У меня вопрос, расскажите, пожалуйста, интерес, ой, с чего вы начинали, и вообще идея стать дизайнером, она была с детства, или в какой-то период пришла? Я расскажу очень быстро, потому что, как все любые семейные истории, они очень долгие. Я никогда не мечтала быть дизайнером, всегда хорошо рисовала, окончила художественную школу, всегда рисовала очень хорошо, начиная там с 8 класса, всем одноклассникам рисовала выпускные платья. Мечтала стать следователем, поступала на юрфак, не прошла по баллам, тогда еще была бальная система. Хотела пойти в прокуратуру, работать, делать производителем, то есть стать девочкой, подай, принеси, носить бумажки, для того, чтобы заработать трудовой стаж и опять поступать на юрфак. Мамочка пала мне в ноги, сказала, ради бога, какой юрфак, вот не теряй годы, пожалуйста, пойди научись, была перестройка, носить нечего, вообще, вот просто магазины, не было ничего в магазинах, вам сложно это представить, просто не было ничего в магазинах. Типа того, как я тебя замуж буду выдавать, я росла без папы, хоть иди себе юбку научись шить. Для меня это было безумное падение, вообще с олимпы моих амбиций, юрфак и вдруг ПТУ швейный, я туда пошла и встретила прекрасных людей, которые также, не желая терять год, после неудачного поступления туда пошли. Два года я там отучилась, научилась шить, кроить, влюбилась в эту профессию, все и пошло-поехало. Ну что, друзья, наша встреча подходит к концу, я думаю, это не последняя встреча. Очень приятно, если еще раз позовете. Несколько слов мы тоже скажем. Завершить, да? Да. Да. Ну, если позволите, я начал тогда, я это, так сказать, с меня заканчивать. Я бы хотел, знаете, дорогие мои друзья, сказать одно, вот к тому, о чем вы говорили о вдохновении. Сейчас существует очень такая известная теория 10 тысяч часов. Слышал кто-нибудь про нее? Да. 10 тысяч часов. Этого никто никогда не отменял. То есть 10 тысяч часов вы должны отпахать по направлению, по своему, какому там было, и тогда вы будете гением. Я хочу сказать в завершении, мне кажется, вот даже я смотрю на нашу аудиторию, если вначале такие немножко были лица напряженные, то к концу встречи я увидела в глазах интерес, я увидела у кого-то даже, мне кажется, восхищение нашей героини сегодняшней нашей встречи. Огромное спасибо вам, особенно Екатерина вам за ваше творчество, Сергею за то, что он может таким образом организовать взаимодействие Екатерины с молодежью, с нашими студентами, потому что для студентов это очень важно, увидеть уже людей, состоявшихся в своей профессии, особенно для нас, дизайнеров, в области дизайна. Вы очень хороший пример. Приглашайте. Да, очень хороший пример. И я думаю, что кто-то сегодня, да, кто-то сегодня из наших ребят задумывается на сервака, да, посмотрит нашу передачу. У нас уже в этом году несколько человек перевелись, кто с экономического, кто с юридического. Поток этот, видимо, увеличится после этой передачи и после этой встречи. А вот для наших студентов уже, кто выбрал профессию дизайнера, мне кажется, часть уже из девочек сегодня задумались, а может быть, у нас еще есть юноши, задумались над тем, что они выбрать ли и правда мне вот этот путь в дизайне, именно дизайн костюма, потому что состояние нашего общества, мне кажется, подталкивает к этому. Есть возможности, есть желание у людей быть интересными, необычными, яркими, но нужны вот хорошие дизайнеры, молодые и креативные, которые бы эту потребность удовлетворили. Поэтому дерзайте, выбирайте это направление. Екатерина сказала правильно, сегодня хороших дизайнеров по костюму немного у нас в стране и в нашей республике. Это очень хороший путь для вас, для того, чтобы состояться в дизайне как личности. Успехов! Спасибо! Спасибо! Ну что, всем хорошего настроения и ярких эмоций! Спасибо!